Перед заключительным туром предварительного этапа в группе «Б» все четыре команды сохраняли шансы на выход в квартет полуфиналиста. Даже одержавшим две победы в стартовых турах в Винске, Хоккеисте и СКПК, нельзя было расслабляться во встрече с белорусским «Динамо», имеющим в своем активе одну победу. Конечно, хотелось бы так сделать, чтобы все было в наших руках, и мы попытались это сделать. Будем болеть за канадцев, ясно дело, и будем надеяться, что они без очков отсюда не уедут. Как бы то ни было, я думаю, канадский дух очень достаточно силен, и их гордость хоккейная сделает так, что они могут дать бой шведской команде. В начале встречи соперники действовали осторожно. Первый бросок в свор ворот состоялся лишь на третьей минуте игры. Затем фильмы захватили мциоактиву, стали чаще гостить в зоне в «Динамо» и заработали вполне логичное большинство. Однако грамотно распорядиться численным преимуществом хоккеисты страны Суоми не сумели. Белорусы выставили, а свой шанс при игре 5 на 4 использовали превосходно. Всего 30 секунд им понадобилось, чтобы воплотить в гол преимущество одного игрока. Артур Брингрозик забивал уже практически в пустые ворота. Пока фильмы приходили в себя, «Динамовцы» в следующей же атаке увеличили преимущество в счете. Тренеры ШПК тут же взяли тайм-аут, чтобы встряхнуть своих подопечных. Но вскоре фильмы вновь оказались в лестнице, лишь штанга спасла ворота голкипера Тойвамина. Немного сложный, очень плохой старт. Немного сложный, очень плохой старт. Игра все шла лучше, потихоньку набирали обороты, старались. Последние минуты периода прошли под диктовку команды Суоми. Но счет не изменился, и на перерыв команды ушли при счете 2-0 в пользу динам-ашинник. В самом начале второй-третий матча белорусы предоставили сопернику очередной шанс сократить разницу в счете, заработав удаление за выбор шайбы за пределы площадки. Закрепившись в зоне соперника, подопечные Ольны Сала не раз опасно угрожали воротам Егора Агеева. Однако хитр белорусов действовал безупречно. Было, конечно, тяжело, но мы настраивались на этот матч. Нужна была победа. Хотели, конечно, не пропустить много и побольше забить, чтобы стопроцентно выйти уже из группы. Сейчас будем ждать, как сыграют шведы с канадцами. Динамовцы выстроили и даже сумели провести раздающую контратаку, которую прозевали фельдские защитники. И вот уже 0-3. Помню о возможном подсчете разницы забитых и пропущенных шайб, хоккеистам ХПК не оставалось ничего другого, как искать счастье у чужих ворот. Им удалось размочить счет, отличиться в Алтане, и с хорошим настроением уйти на второй перерыв. После возобновления игры сценарий встречи не изменится. Химмы доминировали, чаще угрожали воротам соперника, но сумели отличиться лишь один раз, и финальная сирена зафиксировала минимальные победы Динамо Шиммика 3-2. Даже такой итог встречи обеспечил Химмам выход в полуфинал турнира. Однако наставник команды остался недоволен действиями своих подокончиков. Это, конечно, хорошо, что мы прошли дальше, несмотря на поражение. Но сегодня я недоволен игрой своей команды. Ребята начали очень плохо, робко. Хорошо, что смогли дважды забить. Разница шайб нам очень помогла. Несмотря на победу и шесть набранных очков, дальнейшая судьба белорусской команды зависела от результата второй встречи игрового дня. Если потерявшие мотивацию после двух стартовых поражений канадцы не сумеют отобрать хотя бы одно очко у шведов, путь для белорусов в полуфинал был закрыт. Ребята выпали на обстановку. Были какие-то моменты, ошибок лечат на наших ребят, которые, в принципе, и повлияли на пропущенный, как говорится, на счет. Но, в общем, я очень доволен командой. После победы белорусского гинамона от финских ХПК канадский Саддер Вулкс официально сложил с себя полномочия действующего обладателя кубка. А шведской фронтинге необходимо было побеждать и обязательно в основное время, чтобы продолжить борьбу за почетный трофей. У нас сильно обновился состав. Пришли молодые ребята. Мы только вкатываемся в сезон, сыгрываемся, но стараемся в каждом матче играть на победу. Начало встречи получилось сумбурным. Ни одной из команд нельзя было отдать предпочтению. Много движения, борьбы, однако практически без голевых моментов. Первый реальный шанс получили скандиналы, заработавшие численное преимущество. Однако воплотить его в гол им не удалось. Намного лучше это получилось у представителей страны кленового листа. Доминик Кахун оказался самым расторогным в сутоке у чужих ворот. Мы хорошо настроились на игру, забыли про турнирную таблицу, очень хотели выиграть, показать, на что способны, и справиться за два стартовых поражения. Шведские фигуристы много играли в большинстве, но шайба просто не шла в ворот. Во втором периоде заокеанские хоккеисты еще не раз давали шанс сопернику поиграть в большинстве, но всякий раз успешно оборонялись. А в равных составах сумели закрепить преимущества. Миниатюрный, всего 156 см на панк-кол, удачно подставил клюшку под бросок партнера и удвое преимущества своей команды. Шведы смогли сократить разницу в счете после очередного большинства, когда удаленный игрок Саббери уже готов был вернуться на лёд. Но канадцев с этим компонентом игры было намного лучше. Они вновь реализовали одну из своих немногочисленных попыток и повели 3-1. Когда же под занавес второй-третий матча Доминик Кахин оформил дубль, задача шведов выглядела невыполнимой. Чтобы забросить минимум 4 шайбы, у них оставалось 20 минут игрового времени. В третьем периоде было много борьбы с тычек удаления. Шведы успели поиграть даже в расстановке 5 на 3, однако больше голов зрители так и не увидели. Канадские волки загрызли шведских индейцев и отправили их на последнее место в группу. Мы знали, что у Канады хорошая команда. Это даже несмотря на два поражения. Они постараются выиграть. Нам нужна была победа в основное время. Это давило, мешало показать свою игру. Это наша первая победа на турнире. Конечно, мы рады. Мы находили свою игру, и теперь нам предстоит матч за пятое место. Обязательно будем стремиться к победе. Игра риги Светковица Стил сложилась так, что латыши сами лишили себя шансов на полуфинал. Хотя они и выиграли 3-2, сделали это только по булитам, заработав таким образом два очка. Для того, чтобы занять хотя бы второе место в группе А, этого оказалось недостаточно. Вдумайтесь, за первые два периода чехи сделали только 8 бросков по воротам рижан. Те, в свою очередь, открыли счет на третьей минуте. Шайбу забросил их капитан Рустам Сбеговс. Довольно быстро при Балте забили и второй гол. В том эпизоде отличилось уже их четвертое звено. Эдгар Сиксна и Родриго Аболс сделали передачу Кирилл Сугалохе, и тот с броском уже не оплошал. Когда в первом периоде стало 2-0, все-таки понятно было, что соперник все равно не сломлен будет дальше бороться. Ну, конечно, понятно, они все равно бежали. Просто мы как бы в начале матча взяли инициативу в свои руки, из-за этого повели в счете. Потом чуть сбавили обороты, они нам забили 2 гола, ну, из-за этого началась такая сумбурная игра. На старте 2-го периода латыши оказались в меньшинстве. Любопытно было, как они с этим справятся. В итоге особых угроз здесь чехи так и не создали. Далее прибалты усилиями Эдгарса Курниса забили и 3-й гол. Но в данном эпизоде еще один игрок Риги въехал в ворота, снес их и, естественно, шайбу не засчитали. В самой же середине сновного времени чехи отквитали одну шайбу. В большинстве затолков его в ворота Эрик немец. Довольно нелогично, рыбка такая не особо приятная. Из-за этого пропустили гол. Больше голов в этом отрезке матча не было. Выделить можно еще два жестких силовых приема, которые применили поочередно игроки разных команд. За второй удар в голову. Николас Елисеев Сурежан получил 2 минуты удаления, но Столивары такой шанс не использовали. В третьем периоде прибалты, казалось бы, грамотно и дисциплинированно засушили результат. Но за 5 минут до сирены Витковицы совершенно неожиданно счет сравнял. Когда Лукас Клок бросил в створ издалека и практически на удачу. 2-2. Игра перетекла в овертайм. Там латвийская команда смотрелась лучше и все же победы не добилась. В серии буллитов же Столивары не сумели забить ни разу. Соответственно, Рижанам победу принес бросок Карлиса Азолинша. За два периода соперник сделал 7-8 бросков в игре. Вы его после переигрывали. Почему такое случилось? Ну, не знаю. Сначала были настроены, хотели выиграть больше их. А потом расслабились, наверное, зарану выиграли. и они переломили игру. За буллите волновались? Конечно, волновались. Хотелось выиграть. Потеря одного очка в итоге и стоила Риге место в полуфинале. Смотря предыдущие матчи, можно сказать, что у нас шансы все есть на победу. Ну, господи, победу, чего же им еще желать? Только победы. Мы верим, что им удастся победить все-таки двукратные чемпионы России среди своих молодежных команд. Надеемся, что выиграем весь мир. Я пришла болеть за омских ястребов, потому что я люблю хоккей как игру и вообще люблю атмосферу, которая на арене. Мне очень нравится, что у нас хорошая поддержка для команды со стороны болельщиков. Ну, и вообще сама команда играет очень хорошо. В матче заключительного дня группового этапа с омскими ястребами американским Дубьюк Fighting Sands нужна была только победа. В итоге они ее и добились со счетом 6-4. Из-за этого ястребы стали в группе А вторыми и в полуфинале получили в сопернике Бобруська и Динамо Шинник. Святые сразу по-настоящему пошли на пролом, к тому же начав задираться. В первые 6 минут по-настоящему убойных моментов у них было 2. У Бретта Боинга и Алекса Привайтеры. Но бросок первого поймал наш вратарь Денис Хостин, а второй по воротам все же промазал. Очень быстро после этого Привайтера уже в большинстве все-таки забил. Хотя для того, чтобы засчитать гол, судья посмотрел видеоповтор. Далее серьезность намерений соперника подтвердила, например, то, как его игроки основательно столбили пятачок ястребов в большинстве. А когда еще не завершился штраф Казакова, удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой схватил еще и Сергей Завгородний. Это большинство святые уже реализовали. Отличился у них Мэкс Мэкью. К сожалению, гости в первом периоде забили чемпионом МХЛ еще и гол в раздевалку. На девятнадцатой минуте они выиграли вбрасывание в зоне мячей и тут же переправили шайбу в ворота. Здесь автором гола стал Джейкоб Бенсон. После этого ястребы уже сменили вратаря, выпустив Дениса Хромцова. А еще после сирены здесь произошла стычка Владимира Ткачева и Кигана Форда, но удален за нее был только омский игрок. Это были достаточно ошибки ваши или все-таки соперник шел на правом? Нет, это наши ошибки, наша халатность в начале игры. И поэтому такой результат сложился у нас. Наши ошибки. Во втором периоде гости уже действовали более комбинационно. Ястребы при игре 4 на 4 усилиями Валерия Горшкова один гол отыграли. Однако на 28-й минуте Шеймс Малуны восстановил разницу 4-1. У ястребов в этом отрезке да и в заключительном было очень много ошибок. Да и атаки в основном выглядели непродуманно и чуть ли не хаотично. В третьем периоде ястребы снова немало играли в большинстве, но их расстановки в зоне святых часто ломались успешным выбросом шайбовых зону в исполнении соперника. Что еще можно сказать об этом сопернике? Мобильная команда все атакуют и защитники и нападающие нет у них линий что защитники обороняются нападающие атакуют все атакуют все быстро передвигаются сегодня они в начале игры были быстрее нас на подборах все шайбы к ним отлетали это хорошая команда боевая? еще три голые мячи сумели здесь забить но этого все же не хватило для победы отличились тот же Горшков Егор Яковлев и Владимир Королев но и американцы забросили еще две шайбы причем одну уже в пустые ворота на последней минуте матча не можно я считать это такое обидное психологическое обрюхо или спасли впечатление я не считаю это обидная плеуха я считаю что мы свою основную задачу выполнили из группы вышли я думаю команды все равные белорусы белорусы финны шведы кого не было все команды равные сильные таким образом ястребы в полуфинале встретились с белорусами а святые с финнами и регионом с допусте